Здравствуйте! В эфире программа «По существу» в студии Ольга Алексеева. В республике продолжают оказывать государственную поддержку фермерам и кооперативам. Минсельхоз Чуваший проводит конкурсные отборы на предоставление грантов. На данный момент финансовую поддержку получили более 20 фермеров. На реализацию проекта «Агростартап» 11 сельхозпроизводителей. Четыре кооператива стали обладателями гранта на развитие материально-технической базы. Сейчас проходит конкурсный отбор на развитие семейной фермы. Документы принимаются до 19 июля. Подробнее о формах поддержки мы поговорим с Инной Волковой, заместителем министра сельского хозяйства Чувашской республики. Инна Вячеславовна, здравствуйте! Здравствуйте! На что следует обратить внимание фермеру при подаче документов на конкурсную программу? Изначально, естественно, фермер должен определиться, по какому конкурсному отбору он пойдет и куда он более подходит. Все конкурсные отборы и все требования к грантополучателям у нас установлены по становлению Кабинета министра Чувашской республики номер 43 и находятся в общем доступе. Кроме этого, на сайте Минсельхоза мы всегда размещаем всю необходимую информацию, которая в полной мере включает в себя все требования, все необходимые документы, скажем так, заявки, положения для того, чтобы фермер мог ознакомиться и выбрать для себя определенный вид поддержки. Естественно, фермер, он изначально должен уже определиться, во-первых, как я уже сказала, с тем, по какому направлению он пойдет. Во-вторых, он должен посмотреть, подходит ли он под требования, которые установлены нормативным актом. И, в-третьих, он должен определиться, сможет ли он достигнуть те показатели в течение пяти лет в случае получения грантовой поддержки, которые он сам же и заявит. То есть, изначально он должен определиться с тем бизнес-планом, который он планирует реализовать за счет средств гранта и за счет собственных средств в течение пяти лет после получения гранта. Естественно, он должен в том числе уже определиться с направлением, по какому он хочет развиваться. Определиться должен с тем, какие цели он должен достигнуть, сколько рабочих мест он будет создавать, какие показатели достигать. Какие сложности могут возникнуть у фермера при составлении проекта? Самая первая и важная сложность, я так думаю, что это составление самого бизнес-плана. То есть, проекта развития фермерского хозяйства на ближайшие пять лет. Для фермеров у нас создан специальный центр компетенции при Куб Агроинновации, который оказывает все меры поддержки, в том числе меры поддержки по составлению самого бизнес-плана. Они встречаются с фермером, обговаривают все моменты и все его цели, которые он намерен реализовать, они уже в последующем переходят в этот документ, так называемый бизнес-план, который он в последующем представляет в Минсельхоз Чуваши. Остальные документы, которые в обязательном порядке представляются в Минсельхоз, они не составляются самостоятельно. Это копии в основном документов, которые уже имеются на руках у фермера. Для того, чтобы он мог получить гранатовую поддержку, он должен представить весь пакет документов целиком, который также прописан в обязательном порядке в 43-м постановлении. И при подаче этих документов он обязательно должен проверить, все ли правильно он предоставил. В каком случае Минсельхоз Чуваши может потребовать вернуть грант полученный брак? Во-первых, это в случае, если крестьянско-фермерское хозяйство перестает существовать в течение пяти лет, после того, как получили грант. Во-вторых, не были достигнуты показатели результативности предоставления субсидий, которые прописываются уже в соглашении предоставления субсидий. Следующее. Использование гранта у нас вставится в определенные промежуточные временные рамки. Если же фермер не использует грант в этот промежуток времени, грант возвращается обратно в бюджет. Следующее – это создание новых рабочих мест. Под этим условием он также подписывается и уже дает обязательство, что будет создавать рабочие места. Например, если грант составляет сумму менее 2 миллионов рублей, это одно рабочее место. Если же это более 2 миллионов рублей, то это два рабочих места. Семейные фермы у нас должны предоставить рабочие места трем гражданам. Соответственно, эти рабочие места должны быть сохранены в течение пяти лет после получения гранта. И, естественно, обязательство возникает по предоставлению отчетов Минсельхоз о достижении показателей результативности об использовании субсидий, о целевом использовании субсидий. После того, как получили грант, наши фермеры должны реализовать свой бизнес-план. В течение пяти лет после того, как они получили определенную сумму денежных средств за счет бюджета, они приобретают технику, приобретают скот или же осуществляют строительство фермы, делают ремонт и так далее. Именно они осуществляют ту деятельность, которую прописали в своем бизнес-плане. Естественно, проверочные мероприятия проводятся постоянно. Сотрудники Минсельхоза Чувашии выезжают, смотрят на местах, значит, все ли идет по их проекту, своевременно ли осваиваются денежные средства. Надо отметить, что фермеры представляют нам ежегодно отчеты, или же не обязательно ежегодно, а по квартали или полугодовые отчеты, в которых указывают достижение своих показателей, например, приобретение крупного рогатого скота или же получение какого-то урожая. И в последующем, естественно, эти показатели мы проверяем, насколько они достоверны. Но иногда бывает, что показатели не соответствуют действительности, которые указываются в отчетах, и приходится решать вопрос по возвращению грантов. Как происходит процедура конкурсного отбора? Конкурсный отбор у нас открытый. В составе конкурсной комиссии у нас 15 человек, в том числе большинство из них независимых экспертов. Кворум заседания комиссии считается правомочным, если на него собирается более половины из его состава. Конкурс настолько открыт, что потенциальный грантополучатель всегда имеет возможность просчитать те баллы, на которые он имеет право рассчитывать. В 43-м постановлении Кабинета министров прописан порядок работы конкурсной комиссии, порядок оценки баллов. Соответственно, все документы, которые представляет грантополучатель, они проходят оценку на соответствие, скажем так, по балльной системе, в полном соответствии с требованиями нормативно-правового акта. С чем мы сталкиваемся, с какими ошибками, как правило, мы сталкиваемся, когда фермер, во-первых, невнимательно представляет документы. Например, он пропускает подписи свои, не прикладывает соответствующие документы. Подтверждающие. Да, подтверждающие. В этом случае нам приходится отказывать и уже не допускать конкурсному отбору. Поэтому фермер всегда должен внимательно отнестись к тому пакету документов, которые он нам представляет. Следующая типичная ошибка, скажем так, или недостаток документов, с которым мы сталкиваемся при конкурсном уже отборе, это то, что грантополучатель уже на самом конкурсе ставит нас в известность о том, что у него есть еще дополнительные документы, которые могли бы дать ему дополнительные баллы для того, чтобы он уже мог претендовать на получение гранта. Вместе с тем он не представил этих документов. Естественно, оценке подлежат только те документы, которые были представлены на конкурсный отбор. Это самая, наверное, частая ошибка. Потом еще одна из ошибок, например, когда нам представляют договора аренды на земельный участок, но эти договора не зарегистрированы в соответствующих службах, хотя они являются долгосрочными и подлежат регистрации. Соответственно, эти документы тоже не могут быть оценены и им не могут быть представлены дополнительные баллы. На конкурс приглашаются все потенциальные грантополучатели. С каждым из них ведется беседа. Он вкратце излагает суть своего бизнес-плана. Соответственно, члены конкурсной комиссии имеют возможность задать ему вопросы. Иногда получается так, что в документах есть какие-то недостатки, которые невозможно восполнить, не спросив претендента. Естественно, мы спрашиваем его об этом, и уже становится все понятно, и проставляем соответствующие баллы уже по требованиям НПА. Какая система начисления баллов, на что обращает внимание комиссия при оценке документов? Первым делом, конечно же, комиссия оценивает тот бизнес-план, который представляет претендент. В последующем мы также оцениваем наличие земельных участков, поскольку наличие земельного участка либо на праве аренды, либо на праве собственности, это имеет значение в случае, если, например, потенциальный грантополучатель планирует выращивать, например, пшеницу или картофель, но у него нет земельных участков ни в аренде, ни в собственности, естественно, ставится под сомнение возможность реализации его бизнес-плана. И чем больше гектаров, скажем так, либо в собственности, либо в аренде у потенциального грантополучателя, соответственно, ему поставится больше баллов, исходя из этого. Потом следующим критерием является наличие сельскохозяйственной техники, тоже имеет немаловажное значение, поскольку все-таки здесь будет техника, она стоит также на первых планах. Следующее – это наличие сельскохозяйственного образования, тоже дает дополнительные баллы. В последующем учитывается опыт работы по направлению сельскохозяйства. Здесь тоже необходимо сказать, конечно, о том, что каждый из потенциальных грантополучателей постоянно говорит о том, что он вырос в сельской местности, и он является фактически специалистом в сельском хозяйстве. Но это не оценивается. Мы до каждого грантополучателя доводим эту информацию. Оценивается именно опыт работы, исходя из записи в трудовой книжке при наличии трудового договора с сельскохозяйственной организацией. То есть просто житель деревни не может, скажем так, у него должна быть именно трудовая деятельность в этом направлении. Да, совершенно верно. Кроме этого оценивается наличие сельскохозяйственных помещений, вспомогательных помещений и так далее. То есть каждый из этих критериев дает определенные баллы. В том числе из грантополучателей, которые у нас в этом году стали победителями по программе «Агростартап», большинство из них является членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов, что также дает дополнительные баллы. Проходной балл у нас составляет 2,5 балла, но вместе с тем это большинство потенциальных грантополучателей проходит этот пороговый балл. Вместе с тем, те, которые получили у нас в этом году грант, их баллы составляли в районе 4 баллов. То есть где-то свыше 4 – это 10 участников, и чуть меньше 4 – это один из участников. То есть они представили максимальное количество документов для того, чтобы подтвердить реализацию своего бизнес-плана, и получили максимальное количество баллов. Какое решение принимает комиссия, если несколько фермеров набрали одинаковое количество баллов? Это условие также прописано в 43-м постановлении Кабинета министров. Соответственно, мы в случае, если одинаковое количество баллов у нескольких потенциальных участников у нас возникает, победителем считается тот, кто подал первым документы. Кто первый, тот и успел. Понятно. Какие проблемы и ошибки чаще всего возникают у получателей гранта при сдаче отчетов уже в своей работе? При сдаче отчетов, как правило, встречается одна из ошибок – это недостоверные сведения или неполные сведения, которые представляет фермер. Как я уже говорила, мы выезжаем также и проверяем на правильность предоставления этих отчетных данных, на их достоверность, и в редких случаях бывает, что эти показатели либо недостоверны, либо недостигнуты. И вопрос. Какие причины чаще всего являются поводом для отказа в предоставлении грантовой поддержки? Так, одной, как я уже говорила, одной из причин является либо неполное предоставление пакета документов, которые в обязательном порядке должны быть представлены грантополучателям, либо же предоставление недостоверных сведений, либо же невнимательность при оформлении документов, например, отсутствие подписи на заявление. Это уже является основанием к недопуску в конкурсе. Также, например, обращаю внимание на наличие задолженности по налогам и сборам. Прецедент может предоставить сведения о том, что у него отсутствует задолженность по налогам. Вместе с тем, по запросам, которые мы уже отсылаем налоговые органы, приходят сведения о том, что налоговая задолженность, она существует. Соответственно, опять-таки... Это причина для отказа, да? Что ж, спасибо за полезную и важную информацию, Ина Вячеславовна. А я напоминаю, что у нас в гостях была Инна Волкова, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok